Перед нами сейчас выступит спикер Дмитрий Кот, основатель и руководитель агентства продающих текстов. Он поделится с нами психологическими приемами, накопленные за собственный большой опыт работы с текстами, психологическими приемами увеличения продаж с помощью написания текстов. Пожалуйста, приветствуем. Дмитрий Кот. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Спасибо, что после обеда вы дошли, пришли. Начнем. Вы, конечно же, пишете тексты продающие. То есть у нас продажи, тексты и то, о чем мы сегодня поговорим с вами, именно поговорим, потому что я планирую, что будет двухстороннее общение, оно как те советики, все приемчики и фишечки, это как специи. Есть у нас продающий текст, который раскрывает особенности, и в отдельных его местах, если мы добавим те или иные приемы, то текст будет работать лучше. Магии не ждите, какой-то прям кардинального эффекта не будет, но текст будет продавать чуть лучше, убеждать чуть лучше, держать чуть лучше. Если вы, ну то есть роли не играют, какие тексты вы пишете, они абсолютно универсальны. Если вы сейчас представьте тот текст, который вам чаще всего приходится писать, либо те тексты, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь. Анонсы в социальных сетях, да, все это подходит. Текст для лендинга, да, пожалуйста, для буклета, да, пожалуйста. Главное, чтобы вы держали в голове ту задачу, которую вам надо решить в ближайшее время. Сейчас мы поговорим, как текст сделать сильнее. Меня зовут Дмитрий Кот, я директор агентства продающих текстов, маркетолог, тренер выступающий. Здесь все написано. Я автор ряда книг по продающим текстам. Это копирайтинг, как не съесть собаку. А в ней, как писать продающие тексты, настольная книга для тех, кто этим занимается. Вторая книга, продающие тексты, модель для сборки. В ней уже там система, то есть для тех, кто уже пишет тексты, разбирается, обладает рядом приемов инструментов, то как все это сести вместе. Эмейл-маркетинг, исчерпывающий руководство о том, как выстраивать взаимоотношения с клиентами через электронную почту. И четвертая книга, вот-вот-вот, она уже едет из Москвы в Петербург и в магазины. Вы, во-первых, конкурентам, выгоды клиентам о том, как объяснять клиентам выгоды ваши и объяснять, чем вы лучше конкурент. Теперь давайте поговорим о вас. Вы же пишете тексты, правильно? И придержитесь определенной системы. Здесь схема, такая базовая, стандартная схема продающего текста. У текста продающего есть блок, заголовка и первого абзаца. Раз, его задача удержать человека, затянуть человека в текст. Есть блок оффера, то есть объяснить, что я предлагаю. Дальше блок аргументов, в котором я доказываю, почему то обещание в оффере, которое я сделал, ему имеет смысл верить. Дальше цена и действия. Знакомая схема? Если не знакома, фотографируйтесь. Если знакома, то кивните. Коллеги, зал большой, вас много, вас тут раскидал обед по всему залу. Можно голосом как-то мне обратную связь давать? Можно съелую скидку на послеобеденное время, хоть как-то на минус 17 и Петербург, как-то достойно кивнуть. Ладно? Отлично. Супер. Тут, видимо, еле меньше. Спасибо за вашу громкость. Тут еле побольше. Я стою, их раскачиваю энергетически. Не поддаются. Отлично. Соответственно, важно не просто в такой последовательности подавать аргументы. Важно еще раскачивать эмоционально нашего читателя. То есть вызывать у него в разных частях текста разные эмоции. Роли не играет B2B бизнес, B2C бизнес. Ну, в B2C, в потребительском бизнесе, конечно, эмоции буду сильнее накручивать, сильнее буду накачивать человека. В B2B бизнесе там трактор продаем, экскаватор какую-нибудь, сложную турбину. Да, поменьше, но все равно они будут присутствовать. Соответственно, в начале, особенно в первом абзаце, можно и здорово вызывать отрицательные эмоции, негативные эмоции. В оффере разжигаем положительные эмоции. Здесь их усиливаем. Посмотри, как твоя жизнь изменится. Оцени, что с тобой произойдет после внедрения, использования, покупки у нас. Ну и дальше к цене мы человека подводим. Пока складывается все в голове. Спасибо за вашу обратную связь. Если бы я был проповедником, я бы сказал братья и сестры, ну и так далее. Заголовок нам зачем нужен в первую очередь? Привлечь внимание кого? Читателя. Читателя какого? Нужного вам, целевого. Ну давайте представим, что у меня такая пирожковая маленькая. Я стану сейчас здесь на выходе из гостиницы, из Привалтийской. И мне нужны только вы. Да, специальные пирожки для владельцев бизнеса, для представителей бизнеса, которые идут с конференции «Битрикс Идея». Как мне вас, вот что мне написать на моем таком стенде, я буду человек бутерброд стоять, горячие пирожки только для вас, чтобы вы подошли ко мне. Как привлечь ваше внимание, какими словами в заголовке я смогу привлечь нужную мне целевую аудиторию? Пирожок с идеей. Вариант. То есть обыграть тематику, некую контекст нашего события, а именно идея, «Битрикс», «Пирожки без Битрикса», «Битрикс без пирожков». Вот так все это обыграть. Вариант. Соответственно, слова, фразы, которые контекст ситуации, ситуационные описывают, это сразу вам, да, ну, на все ситуации. Еще как. Ну, это контекстуальные все слова, да, «Бизнес». Еще. Пять булочек для активации мозга. Где здесь указания на целевую аудиторию? Пирожки для предпринимателей, да. То есть мы называем целевую аудиторию, говорим, да, смотри, предприниматель для тебя, бизнесмен для тебя, владелец сайта для тебя. Еще. То есть мы можем четко назвать целевую аудиторию, да, в заголовке, для того, чтобы он привлекал внимание сильнее. Раз. Можем некую ситуацию обыграть, «Битрикс», «Контекст», «Бизнес». Еще. Не, пообещать 100% в заголовке вы что-то будете. Какие слова вы будете использовать, чтобы к вам подходили люди, которые идут с конференции, а не жители ближайших домов. И хоп, маркетологи пришли, а продавцы обувью не пришли. Типы слов. Еще. Мы можем их назвать, можем контекст обозначить. Еще. Вип-пирожки. Вариант. Ну, давайте посмотрим чуть глубже. Можем назвать их должности, да. Внимание, директор по маркетингу, внимание, веб-мастер, внимание, кто угодно. Мы можем в сфере их деятельности, те самые контекстуальные слова, которые мы с вами проговаривали. Можем использовать термины, да. Пирожки, повышающие CTR. Пирожки, снижающие стоимость клика. Мы можем использовать некий профессиональный сленг вашей целевой аудитории для того, чтобы только она шла. Этот заголовок же может быть, ладно, я пирожками торгую, стою на морозе, мне все равно сколько стоять. А если это ваше объявление, где каждый клик стоит денег, и вам надо, чтобы кликала именно целевая аудитория, то, конечно, сленг мы привлекаем нужную целевую аудиторию терминами, нужную целевую аудиторию, фамилии экспертов, да, пирожки, которые одобрил Сергей Рыжиков. Вы подойдете, жители ближайших домов не подойдут. Соответственно, на вашем рынке использовать фамилии экспертов, либо название компаний, которые, да, связаны на этом рынке так или иначе бренды. Это тот же Bitfix, да, бренд. Пока понятно, двигаемся дальше. Сыграем? Я не готов, я что-то как-то сегодня в разболтом вчера переиграл. В заголовке, да, мы с вами говорим про заголовки, мы с вами говорим про разные приемы, которые повышают привлекательность заголовка. Один из них — это тематические всякие слова использовать. Второй — это цифры. Цифры в заголовке повышают его эффективность, кликабельность, они привлекают внимание сильнее, чем не цифры. Если вы разрываетесь между тем, цифру мне писать буквами, словами, либо цифрой, то пишите цифрой. Более того, нечетные цифры повышают конверсию, повышают кликабельность, привлекают внимание сильнее. Поэтому 9 веселых игр, а не 8. Три причины, а не 4. 5, а не 6. Следующий прием, который… Ну, здесь он больше используется для наружной рекламы, для таких коротких носителей. Встраивать в мозг сообщение клиенту так, как он его произносит. От первого лица, не от третьего. Не купите себе квартиру. А, это моя квартира. Не удивите свою девушку, а я еду удивлять свою девушку. Соответственно, я подарю тебе поэму. Помните, пару лет назад была реклама тоже жилого комплекса «Это моя квартира» и такими большими буквами было написано. То есть, как вариант, на баннерах вряд ли, где-нибудь в текстах вряд ли, а вот на наружной рекламе, на такой, чтобы встроить сообщение, от первого лица работает чуть лучше, чем от третьего. Более того, такие приемы хорошо работают, когда мы на call to action. Не закажите, а я хочу там пиццу. Не купите, а я покупаю. Когда прямо написано так, как у человека все эти мысли в голове возникают. Дальше. Цифры мы здесь с вами проговорили. Дальше. Следующий прием. Это первый абзац. Он нам нужен зачем? Да, еще. То есть, затащить человека в текст. Еще. И удержать его. Соответственно, здорово, когда первое предложение, первая фраза первого абзаца максимально короткое и направлено на читателя. Знакомо? Братья и сестры, внимание прошу. А вам слабо? А вы слышали? То есть, она короткая, тем самым человеку легко прочитать этот текст раз. И направлено на человека, так или иначе, глазом он, когда ее мажет, то все равно он ее заметит и отметит для себя. Поэтому, если это анонс, если это объявление, если это огромный текст, роли не играет. Первый абзац, первое предложение максимально короткое и направлено на читателя. Это могут быть вопросы, это могут быть вы внимание потребовать, это может быть некое обещание и так далее. Ну, вспоминайте все эти интернет-мемы шок-видео внутри. Это же то самое шок-видео, короткое, со статистными знаками, со смайликами какими-то. Дальше давайте посмотрим. А теперь, внимание, вопрос. У нас, помните, да, давайте я вернусь назад к схеме текста. У нас есть блок заголовка и первообзаца, задача которых удержать человека в тексте. Есть оффер, где мы обещаем некую нашу, что купи у меня пирожки и помолодей, поздоровей, снизь цену клика. И дальше вот в этом блоке, в ядре текста, мы объясняем выгоды моего предложения, мои особенности. Первый абзац часто используется еще и для того, чтобы вызвать те самые отрицательные эмоции у человека, указать на его слабости, вызвать ему дискомфорт, потому что в пассивном состоянии читать текст, а потом, ну то есть наивно полагать, что человек сначала и до конца прочитает наш текст со скукой на лице, а потом в конце вдруг, точно, мне же это надо, кликнет на кнопку купить. Но этого не бывает. Поэтому нужно эмоционально так или иначе его раскачивать. Соответственно, в начале текста нам нужно его в негатив немножко погрузить, напомнить о проблеме, напомнить о сложности, напомнить о том, с чем он столкнулся. Мы можем указывать, и как часто это используется в рекламных текстах, в начале, в первом абзаце, с вопросительными предложениями. А вы сталкивались с такой ситуацией? Не влазите в свою одежду прилетнюю, не нравится, как вы выглядите в зеркале, не устраивает то место работы, где вы работаете и так далее. Знакомо вам это? Ну как-таки в нитях, чтобы я понимал, что вы еще не спите. Вы же после обеда, я же тоже понимаю, что вы кушали. И, соответственно, это один вариант. Вариант второй, когда я хочу сделать эмоции человека сильнее. И здесь появляется наш внутренний такой авторский блок. Если я сделаю рекламу сильно негативной, то человек обидится. Он ведь обидится на меня, соответственно, ну давайте возьмем ради примера меня. Я не очень хорошо ориентируюсь в незнакомом городе. Без карты, без навигатора, вообще, ну, беда. Я, алло, извините, где здесь полиция, милиция, подведите меня к Майе. И такой есть вполне привычный уже для меня термин – это топографический кретинизм. Да ну человек заблукает вечно в городе. Соответственно, если я в тексте напишу клиенту, у тебя топографический кретинизм, то, конечно, это вызовет обиду определенную. И обиду на создателя рекламы. Как ты посмел называть меня так? Соответственно, вопрос к вам. Как сказать эту фразу, как указать человеку на эту очень сильную его проблему? Эмоционально указать, но при этом не вызвать обратную обиду на нас, как на создателя рекламы. У тебя топографический кретинизм? Не парься ты ни один. Я, например, еще. Ну это вступай в клуб анонимных топографических красавцев. Что вы говорили? Себя в пример, когда вы для читателя авторитет. Да, а если он вас не знает? Как смягчить? Не парься, брат. Ты бывает, но у топографических кретинов зато руки сильные. В виде, да это не то, что вы подумали, внедрения третьего лица. Традиционно считается, что есть автор рекламы, это вы либо я, и есть читатель. И мы вот такой пинг-понг. Вам знакомо это? Если вам знакомо, вы внутренне киваете. Если не знакомо, вы внутренне не киваете. Соответственно, на каждое оскорбление вы тоже киваете. Ах ты ж подлец, кто кретиной меня назвал? Для того, чтобы убрать эти лучи ненависти в ответ, вводится третье лицо. Бабушка твоя называет тебя топографическим кретином? Жена. И здесь получается, если человек с такой ситуацией не сталкивался, то ему и обижаться не на что. Если сталкивался, то эта обида пойдет, в лучшем случае, на бабушку, на соседей. Соседи именуют тебя наркоманом за то, что ты ночами работаешь, с красными глазами выползаешь после того, как кодил проекты. Ну так это соседи, это не я. Если вам знакома такая ситуация, вы с ней сталкивались, продолжаете читать дальше. Поэтому не бойтесь вызывать эти отрицательные эмоции, они очень хорошо работают. Чем сильнее мы раскачаем человека в негатив в начале, тем легче нам будет продать в конце. Но если опасаетесь, то вот вам третье лицо, которое, да, третье лицо, которое недовольно, которое указывает на недостатки, высмеивает и унижает. Она, пожалуйста, коллеги по работе не ставят тебя ни в грош, называют тебя полным ничтожеством. Да, знакома? И если, ну так я виноват, дружище, вот есть твои коллеги, есть ты, разбирайся. Дальше. Мы вызвали в начале отрицательные эмоции. Теперь плавно в офере назвали что-то, что мы предлагаем. Да, офер — это абзац текста, где мы называем «купи у меня», «закажи у меня», «обратись ко мне». И дальше, в том самом серединке текста, положительные эмоции сильно разжигаем. Если потребительский рынок, если битвий рынок, все равно обыгрываем так или иначе эмоции. Теперь внимание, вопрос. Как же нам вызвать сильные положительные эмоции только словами, только текстом? Давайте ради примера возьмем вот Бентли и кожаный салон. Вот представьте, у вас нет фотографии, у вас нет видео, у вас нет возможности пригласить человека в салон Бентли и показать ему «смотри, смотри, что ты за 8-10 миллионов покупаешь». Хочешь? Соответственно, как словами вызвать сильные эмоции, описывая кожаный салон в автомобиле Бентли? Какие есть версии и приемы? Ну, то есть запах натуральной кожи, вариант, как вы это будете подавать? Покупай за 8 миллионов, там же запах натуральной кожи. Кожа что? Да вы все верно говорите, как вы это… Что? Да, 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 почувствуй прикосновение. То есть, другими словами, мы все описываем, мы описываем все детали. Посмотрите, какие стишки, посмотрите, кожа крокодила, который съел кентавра, и его долго мариновали в апельсиновом соке. Да, мы все это описываем, но дополнительно для того, чтобы вызвать еще сильнее эмоции, мы добавляем кинестетику, то есть ощущения, играем на ощущениях. Ты почувствуй, как она к тебе прикасается, как девушка, услышь ее, скрип, слышишь, он отдается, ты садишься, и эта волна радости разбегается по тебе, да, по всему твоему телу, по каждому твоему сосудику, и в мозге, и ты давишь на газ, и несешься, и ветер распушает твои волосы, да. То есть, усиливайте кинестетику. А теперь, внимание, вопрос. Еще один. Так, тут что-то не того. То есть, вызвать сильные эмоции в настоящем времени. Мы их вызываем не просто, если вы, когда вы будете сидеть в Бентли, вы будете себя хорошо чувствовать. Нет, у тебя кладь разрывает, тебя прет. Через представьте. А теперь представьте, вы сидите, вас увлекает, вас трясет и так далее. И особенный акцент на ощущениях, на физических ощущениях. Хорошо, когда мы продаем кожаный салон, ручку, блесну, что-нибудь, часы, все что угодно. А когда мы продаем некую услугу, некое явление, некое событие, которое не потрогать. Как здесь вызвать эмоции? Как здесь вызвать кинестетику ту самую? Значит, на что будем играть? Эмоции. Я сейчас вспоминаю, как усилить кинестетические ощущения, вот эти самые физические ощущения. А теперь эмоции телесные. Не взгляды, а телесные. Это их телесные эмоции. Женщина, что при этом испытывает? Мурашки, да. Представьте, мурашки бегут у вас по телу. Представьте, это покалывание. Представьте, пульсирует в голове вопрос. Он меня либо не меня? Он на меня смотрит либо на меня? Да, вот даже если вы продаете услугу, даже если вы предлагаете то, что не потрогать, не осязать, помните, что иногда, это не значит, что весь текст ваш должен быть насыщен вот этим всем. То есть мы сейчас говорим про специи, то, что я в самом начале говорил. Их должно быть в меру. У вас будут аргументы, у вас будут сильные выгоды, особенности и дополнительно, в том числе, игра на эмоции. Следующий вариант, да, особенно это касается услуг, особенно это касается продажи программного обеспечения, которое он не потрогает. Как показать клиенту, что ты эксперт в тексте? Отзывы лидеров мнений, фотографии с лидерами мнений, еще. Видео с лидерами мнений, свои цифры какие-то, да, все это верно, да, это все классика жанра, и это здорово, чтобы в тексте было дополнительно терминологию, более того, сложную терминологию, которую клиент, мы заведомо это используем, чтобы человек не понял это. То есть, да, и присутствует глютамат перхлорида для того, чтобы, да, ну, вспоминайте, разглаживает глубокие мимические морщины, потому что в нем куэнзим Q10. И мы такие, о, точно, куэнзим же Q10. Блин, вообще прет. То есть, но важно при этом использовать сложный сленг, сложные термины, и иногда, и не в тех местах, где мы описываем выгоду. Да, мы выгоду описываем простым, понятным языком. Ваши мимические морщины разглаживаются, мужчины вокруг смотрят на вас с отвисшей челюстью. А причина в чем? В куэнзиме. То есть, он в конце появляется и иногда. То есть, примерно на один абзац, один термин этого вполне. Если вы совсем, получается, избавляясь от этих терминов, ориентируясь на простую аудиторию, то вы сами упрощаете текст очень сильно, и в глазах получается, ну, слушай, что, ты настоящий сварщик или нет? Если дядя, я не настоящий сварщик, я просто этот шлем нашел. Поэтому помните тоже об этом. Следующий вопрос. Вызвать доверие. Очень здорово в тексте показать, что я, мы, ну, Москва там, ладно, а вот все, кроме Москвы, там важно еще показать, что мы с тобой дружище землик. Да мы же земели, брат. Поэтому как в тексте показать, что ты местный? Какие-то какие? Какие-то реплики какие? У нас с вами классный разговор получается. Я что-нибудь тебе брошу, а ты сам додумай. Мы с тобой же земляки. Он такой, точно. А я смотрю, думаю, ты не ты. Мы сейчас говорим про слова, про типы слов, про конкретику, да? То есть местный сленг, да, еще. В тексте. Только слова у нас есть. Когда потом фотографии, видео, аудио, все это добавляется. Сейчас столько слова есть. Название города. Ты из Питера, я из Питера. Земляк, дай в долг. Такой, небо, что там нет? Вижу по глазам, что не из Питера. Это вы как к прошлому слайду. Сусть геолокацию путем сокращения пучка нейтронов. То есть местные оговорки такие, да, так, как местные говорят, даже зачастую неправильно. Вот с Ростова, да, ты откуда? Я с Ростова. Ты откуда? Я из Ростова. Скажешь, да, я не обратно денег не дам. Ты не с Ростова. Земки есть? Привязка к местности, вот именно тот самый геолокация, но со сленгом. Не просто я вырос на Гражданском проспекте, дом 12. Да нет, я на Гражданке, да, я на Ваське. Вот это все такие сленговые словечки, обозначения. Местные понятия, местные слова, которые известны всем жителям данного города, а за выходом из него это просто взрыв. Я приехал в Иркутск, там везде написано позы, позы, горячие позы, свежие позы. Оказалось, это манты. В Перми по секундчике это маленькие пирожки. То есть, не знаешь, я купил на улице маленький теплый пирожок и кушаю его. Ах, пермики, мы же с вами земляки. Да не, брат, это по секундчике. Я был в Москве, выступал на тренинге и говорю, вот тут у вас тут шаверма продается. Они начали на меня руками размахивать. Это там у вас в Питере шаверма. У нас шаурма. И вот испалился на мелкой вот этой фразочке. Поэтому обращайте на это внимание. И здорово, чтобы периодически в тексте, если мы хотим вызвать доверие именно через географию, чтобы здорово все это присутствовало, даже понимая, что там с Ростова с ошибкой будет. Давайте подведем промежуточный итог. Ну, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они будут. Итак, нам важно, задача первая, написать текст по той схеме, которая в самом начале презентации была. То есть заголовок, подзаголовок, первый абзац, оффер, аргументы, цена, действия. Заголовком привлечь внимание нужной нам целевой аудитории. Для этого у нас есть наши сленговые словечки всевозможные, да, ориентированные на целевую аудиторию. Раз. И цифры, помните, здорово цифры использовать. В первом абзаце наша задача продолжать удерживать человека в первом абзаце. Поэтому короткое, направленное на читателя первое слово. Знакомо, слушайте, остановитесь, пада, help. Даже на китайском, если будет написано, даже как неким ироглифом, все равно шанс, что человек забросится, так или иначе будет. Раз. И в первом абзаце, помните, мы вызываем отрицательные эмоции. Как одна из схем, как один из вариантов. Если вы желаете там вызвать отрицательные эмоции, идите до конца, давите через третье лицо, то самое бабушка называет тебя, директор именует тебя, хотя даже вахтерно-проходной называет. Ну, ты знаешь как. Дальше. Вызвать эмоции. Через представьте, вызвать эмоции отрицательные – это через висит третье лицо, положительные – это через представьте, плюс акцент на киноэстетике. Представьте, это для того, чтобы вы могли в настоящем времени описать все то, что с человеком происходит. Не в будущем, потому что будущее очень сильно попортится. У вас скоро все будет, и вы будете наслаждаться. Да нет, а вот представьте, и поехали в настоящее время. Ну и вызвать доверие дополнительно. Это везде по тексту. Сленговые словечки, профессиональный сленг и местный сленг. Если есть желание получить эту презентацию завтра утром, на этот телефонный номер обычно отправляют смс-ку с вашим имейлом, и я вышлю вам ее завтра к утру. Только успейте, пожалуйста, завтра до утра. Потому что потом позы и посекундчики накроют меня своей волной. Если остались какие-то вопросы, то у меня здесь есть минутка, я вижу. Я с удовольствием на них отвечу. Если нет, то можно вот здесь задать их. Замечательный доклад. Спасибо. Дмитрий, у нас есть вопросы в мобильном приложении. Давайте. Пока он один, но может быть появится еще. Есть человек, которого чрезвычайно беспокоит вопрос. Что же все-таки лучше работает? Четные или нечетные числа? Нечетные. Конечно же, нечетные лучше. Почему? Что? Есть в зале вопрос. Сейчас мы удовлетворим вашу потребность в произнесении вопросов. Сейчас я лично подойду и услышу. Нечетные цифры. То есть надо проявить экспертность здесь. Во-первых, есть исследование Conductor.com, сервиса, который проводил исследование. Во-вторых, забыл еще институт один. По-моему, сейчас не буду вспоминать. Забыл. В общем, если вы запросите презентацию, вам вышли аргументы. Нечетные цифры работают лучше в плане привлечения внимания. Почему? Есть эксперты, на которых Conductor и еще один сервис. Забыл, как они называются, но он есть. Ну хорошо. Давайте у нас есть... Там был еще вопрос, да, конечно же. Вы прямо так произносите, я их проговорю вслух, чтобы все услышали. Кто-то только что тянул руку. Давайте, говорите. Как соотнести привлечение негативного внимания к дорогому продукту? Мы поняли, да? Поняли? Одно дело пирожки, а другое дело... Топографический кретинизм. Дорогое лечение кретинизма. Здесь смысл моего сообщения был какой? Для того, чтобы вам в середине текста вызвать положительные эмоции, да и вообще потолкнуть человека к действию, там необходимо их вызвать какие-то негативные. Если мы говорим про пирожки, то там на уровне слов вы будете использовать более простые понятия. Все равно, даже при продаже дорогих услуг, даже при продаже очень дорогих услуг, либо товаров, так или иначе в начале текста будет игра на неудовлетворенность. Если мы говорим дорогой, дорогой, дорогой продукт, либо товар, который направлен на проявление себя, укрепление своего статуса, так это так или иначе все равно обыгрывается. Докажи всем вокруг, покажите, на что вы способны. Это через положительное, да? Купите Гелендваген и рассекайте на нем под кирпичи. Но можно же и от негатива идти, устали, что надоело, хватит терпеть произвол инспекторов ДПС, купи себе Гелендваген, купи себе правильные номера и гоняй. То есть неважно, пусть вас не останавливает, что у меня дорогой продукт, и поэтому я не буду вызывать эмоции. А как еще нам потом там в конце обосновать дорогую цену, высокую цену и эмоциями, и рациональными аргументами, что моя услуга дороже еще и за счет дополнительных аргументов, которые есть. То есть, отвечая на ваш вопрос, подведу итог, что не надо ограничивать себя так, что есть пирожки, которым позволено все, а есть мой дорогой особенный продукт, в котором я не могу так делать. Можно, но чуть-чуть меньше накал делайте. Не поднимайте, а чуть-чуть от себя. Более того, у вас и не получится разжечь вот так вот эмоции. Это же РЕН-ТВ будет. Да не получится у вас сделать РЕН-ТВ, потому что вы сами себя уже остановили. Не переживайте, не бойтесь. Дмитрий, спасибо. Давайте похлопаем. Замечательного доклада. Спасибо, коллеги. Спасибо. Дмитрий, я так понимаю, что здесь вы его найдете. Спасибо. Спасибо.